Добро пожаловать! Двое участников из разных сфер деятельности будут рассказывать интересные факты и истории о своей профессии. Задача собеседника – угадать, правда это или вымысел. Ну, кто первый? Дамы вперед, наверное. Большой театр считался главным театром в стране, несмотря на то, что в царские времена столица была в Санкт-Петербурге. Думаю, да, это правда. Нет. До того, как Москва стала снова столицей, Большой театр занимал роль ведомого, и все основные постановки происходили в Мариинке, в Петербурге. А Большой театр за Мариинкой повторял. Да, видимо, творчество у меня проблемы. Ну, я думаю, это больше к истории относится. Сейчас тоже-то от меня факт по истории. Ну, давай. Правда это или нет, что до 97-го года в UFC дрались голыми руками? Ну, допустим, правда, почему нет? Ну, действительно так, потому что раньше не были установлены правила полноценные, они только в 97-м году сформировались, и появился регламент полный для выступления бойцов, в том числе и экипировки. Ну, такой у тебя факт. Смотри. Девушка, танцующая в балете официально называется балерина, а мужчина, партнер, называется балерун. Нет, скорее всего, нет. Спасибо. Пожалуйста. Да, на самом деле, это очень распространенная ошибка. Парень, мужчина в балете называется артист балета или танцовщик балета. Мой факт следующий. В смешанных единоборствах нокдаун – это не повод для остановки боя. Правда. Это повод или не повод? Сейчас балерина включилась, смотри. Это не повод останавливать бой. Ну, это правда, потому что, на самом деле, боя могут остановить в случае нарушения, сдачи или только нокаута. В боксе иногда он отсчитывает, у нас в единоборствах такого нету. Дают возможность соперника добить до нокаута. Страшно же. Как так-то? Мне по кайфу. В балетных школах такие спартанские условия, что если ребенок через месяц не встает на пуанты, то он считается профнепригодным. Думаю, да. К счастью для нас – это выдумка. Детки начинают профессионально заниматься балетом 8-9 лет. Как раз-таки тот возраст, когда они активно растут, у них косточки формируются, мышцы. И, соответственно, это просто неправильно – ставить такие рамки, условия, это очень постепенно где-то от полугода до года занимает. Ну, у нас бы такие детки не выжили. Такие нежные. За последние 25 лет в клетке для смешанных единоборств погибло больше бойцов, чем за всю историю бокса. Это называется октагон у нас. Прямо как клетка выглядит? Да. Ну, наверное, да. На самом деле это неправда. За историю UFC зафиксирован только один случай смерти. А в боксе, к сожалению, это происходит намного чаще. В единоборце можно бить по всем частям тела, поэтому нагрузка распределяется более равномерная. Ты знаешь, что такое пуанты? Ну, обувь для балерин и артистов балета. Не, ну мальчики пуанты не одевают. А, для балерин. Для балерин. Парь пуант нет разделения на правый и левый. Правда или нет? Это факт. Ну, похоже, что неправда. Я думаю, что нет. Ну, как раз-таки это, наоборот, самая-самая такая правда балетная. Пуанты не имеют вообще деления на правый и левый. Разминаются по ноге. Представляешь, что в пуантах там стакан из гипса. И ты вот одеваешь вот этот гипсовый стаканчик молоточком вот так по стопе. У тебя под каждую ножку сам его делаешь. Ладно. Да. Профессиональный боец может сбросить перед боем, чтобы влезть в свою категорию до 15 килограмм за несколько дней. Не правда? Ну, на самом деле это правда. Называется сгонка веса. Многие бойцы сгоняют вес. Вес показывается за день до поединка. На следующий день перед боем вес может быть частично восстановлен. То есть человек может потерять и набрать там за сутки до 10 килограмм туда и обратно. Для многих бойцов это самый сложный фактор из всей подготовки и даже сложнее, чем поединок. Стресс какой для организма? Есть методики, которые позволяют это сделать. Максимально лояльно для организма. На всем постсоветском пространстве наибольшее количество билетов после России на балет продается в Туркменистане. Наверное, нет. Ну, там как бы начнем с того, что там балета нет вообще. С 2001 года. Значит, я угадал? Да, ты угадал. Факт, что бойцы UFC обязаны отсылать свое местонахождение антидопинговой комиссии. А бойца могут протестировать любой момент, где бы он ни находился, и в любое время суток. Правда это или нет? Ну, это сложно. Ну, в смысле, у вас что, личной жизни нет вообще? Ну, неправда, нет. Это же издевательство. На самом деле это правда. Блин, да. Каждый боец заполняет календарь своего местонахождения на несколько месяцев вперед. По сути, ночью, утром, вечером могут прийти люди из комиссии. И как только они тебя видят визуально, как только ты открываешь им дверь, ты не можешь уже никуда-то идти в сторону. То есть ты должен делать все при них. В том числе и мыться, и даже ходить в туалет, если необходимо. Такое вот жесткое правило, чтобы люди не нарушали... И как тебе так живется? Так живется. Прости, пожалуйста. Так живется, так бывает. Факт такой, что если у балерины рождается ребенок, то ей приходится завершать карьеру, и она может уже больше не возвращаться в балет. Правда это или нет? Не знаю, правда это или нет, но мне кажется, что это частный случай. В том плане, что есть балерины, которые возвращались после рождения ребенка. Думаю, что, наверное, неправда. Да, ты прав. Рождение ребенка, ну понятно, само собой, физически, без балета подразумевает какую-то паузу в профессии. Были даже случаи, что после рождения еще больше раскрываешься, как артист. Как и спорт, и то же самое. После рождения ребенка? Ну, у нас есть женские категории, где выступают девушки, которые... Женщины, у которых родились дети, они потом возвращаются в спорт и продолжают выступать. Подожди, у вас женщины тоже без правил? Я не разу не сказал слово без правил. Я сказал смешанное единоборство. Смешанное женщины. У нас есть правило, конечно. Конечно, у нас есть правило. Дерутся. Ну, дерутся, конечно, дерутся. Для меня тоже было открытие, что мужчины участвуют в балете. Порядок выхода бойцов на поединок определяется жеребием или пожеланием бойцов. Например, я хочу выйти первым, а ты вторым. Подожди, у вас же это там смешанное все. Значит, и это может быть. Правда? Да? На самом деле это неправда. Блин. Порядок выхода определяет рейтинг. И первым на бой выходит тот, кто не находится ниже в рейтинге. То есть, допустим, если был бы чемпионский бой, то первым выходит претендент, а второй – чемпион. Очень важный такой момент, особенно для многих бойцов. Им важно выйти на бой вторым, показав свой статус. Тем самым, что они выше статусом еще до поединка. Ну, интересно, можно знать. Ну, да. После первого раунда лидирует Александр. Но итог игры определит второй раунд. Угаданная история оценивается в три балла. Окей. Время истории. Прошу, начинай. Поехали мы с труппой на гастроли в Японию. Городок Осака. И у нас задерживался самолет. И мы не успели на репетицию. Соответственно, мы влетели, уже переоделись. И уже все, уже зрители. Нужно было выступать. И без репетиции очень сложно разметить сцену, расстояние, вообще дистанцию. И у нас парень, который из Игфрита играл эту главную роль, он делал круг ЖТ. Круг ЖТ – это когда ты прыгаешь без остановки и крутишься. И он так не рассчитал, что он запрыгнул в оркестровую яму. Я танцевала вместе с ним по ДД, и я решила ему подыграть. И на свои вариации, когда я делала, я так миленько, аккуратненько тоже спрыгнула вниз. И в конце на поклонах это было очень эффектно. Там все были в шоке и подумали, что это какая-то новая интерпретация. И было очень весело. Ну, конечно, не хочется верить в то, что артисты балета себя не контролируют. Ну, это называется «зеленые спектакли». Ты когда не контролируешься, это «зеленые спектакли». Наверное, правда. Нет, это не правда. Слушай, ну он бы разбился, ты что, даже если там нет никого. Какая история? Перед боем у меня был чемпионский бой в Москве. На турнире М1 после взвешивания за день до боя мы поехали в гости к моему менеджеру. У него лежало на подоконнике пневматическое ружье. Чистая копия как бы настоящего ружья. Я поинтересовался, что это за ружье. Он его не показал. Я спросил, стреляет ли оно. Он сказал, конечно, стреляет. Он стреляет зарядом воздуха с пластиковой пулькой. Он не заряжен и сделал несколько выстрелов в мою сторону. Ну, звук там есть, потому что там так и так есть воздух. А есть ли там пулька или нет, непонятно. Ну, я несколько раз, скажем так, вскрикнул. Он подумал, что я прикалываюсь. Таким образом произвел пополнее очередь. Пока он мне не заметил на открытых местах моего тела, я был в футболке, кровавые пятна от пулик. И на следующий день с этими травмами я провел поединок чемпионский и выиграл. Там прям раны были от этих пулька. Такая леопардовая расцветка типа. Ну, там только рука была. Я не знаю. Правда? Ну, да, это правда. Мы потом долго шутили, что мне нужно перед каждым боем расстреливать, чтобы я был злее во время поединка и выигрывал свои бои. В сегодняшнем спарринге на последних минутах победила Лиза. Спасибо вам за игру. Вас было очень интересно слушать. Здравия. Спасибо, вам было очень интересно. Мне тоже. Очень напряженно. Спасибо.